Документ вызвал большое количество вопросов у депутатов, так как произошло резкое сокращение по многим отраслям. К примеру, финансирование отрасли ЖКХ сокращено на 510 миллионов рублей. Принять бюджет удалось лишь со второй попытки. Окружная администрация предлагала установить предел дефицита на уровне 5%, а депутаты предложили увеличить его до 8%. Здесь нужно отметить, что, конечно, республика вкладывается в столицу, и несмотря на то, что республика сама сейчас принимает довольно непростой бюджет, тем не менее, на нас они не предусмотрели. Поэтому при голосовании мы исходим из того, что мы с вами говорим об одном и том же. Об одном и том же. Что да, нам нужно искать источники, определить строчки, но в режиме первого чтения мы должны подать цифры расходы, доходы и дефицит бюджета. При рассмотрении бюджета в первом чтении утверждены основные параметры – доходная и расходная части, а также ее дефицит. Доходов – 8 миллиардов 116 миллионов рублей. Расходы будут равны 8 миллиардам 522 миллиона рублей. Планируемый дефицит бюджета в размере 406 миллионов рублей. Слава Богу, что главный финансовый документ в первом чтении принят. На самом деле, конечно, вопросы есть, достаточно сложные вопросы, но я думаю, что в любом случае, наверное, самые главные вопросы будут решаться уже ко второму чтению. Я думаю, что и депутаты готовы к этой работе, и окружная администрация готова. Сегодня вы могли наблюдать, какие были жаркие дебаты, жаркие, можно даже сказать, споры по поводу, в первую очередь, дефицита бюджета. У нас порядка 3 миллиардов рублей – это зарплата бюджетникам. И помимо этого, конечно же, у нас есть обязательства по программе государственного частного партнерства. Как вы знаете, у нас строится много объектов. Также с опережающим графиком будут вводиться несколько объектов. В связи с этим тоже пришлось пересматривать бюджет в сторону расходной части. Отрасль ЖКХ была вырезана на 510 миллионов, но тем не менее, по заверениям нашей городской администрации, эти средства мы будем изыскивать из нескольких источников. Первое – это экономия от торгов, субвенции. Также будем рассматривать другие вопросы. Наш СОЗОВ внес корректировку небольшую и рекомендовал городской администрации поднять дефицит бюджета до 8%, так как не хватает очень много средств на социальную отрасль. Параметры бюджета на следующий год мы приняли в первом чтении, и 25 декабря мы будем рассматривать бюджет города уже во втором чтении. Четвертая очередная сессия Якутской городской думы, на которой будет рассмотрен проект бюджета городского округа «Город Якутск» на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, во втором чтении, состоится 25 декабря 2018 года. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА